Без куска мяса лев Спартак и ухом не шевельнёт. Стоять на задних лапах согласен только за ароматное угощение. Артисты цирка, нубийские львы и бенгальские тигры прыгают по тумбам, играют в чехарду и танцуют пируэты. Большие кошки с трудом, но поддаются дрессуре. Понимают, конечно, арабский и вполне приемлемый русский. Тяжело, не тяжело. Я не чувствовал уже. Всё гривит. Самое главное у меня даёт это энергия, когда дети улыбаются, когда они вспоминают меня, когда они ещё раз переходят ко мне и сказать спасибо большое. И это у меня стоит очень много. Даже стало так интересно, что они меня вспоминают. Через год, через два они меня помнят. У самого вежливого человека на российской земле всё путём. Отношения налажены. Потомственный дрессировщик из Египта Хамада Кута объехал с гастролями пол России и везде с аншлагами. Открытые репетиции на публику, его ноу-хау. «Приходите, смотрите, мне нечего скрывать, я не издеваюсь над животными. У меня с ними полное взаимопонимание», — говорит дрессировщик. Самарская детвора рада возможности познакомиться поближе с кошачьим семейством. «Я люблю цирк, мне не нравится то, что у них такая ловкость, они любят прыгать, бегать и питаются они мясом». «Я люблю, как они лычат и они живут в джунглях». «У животных поближе посмотреть в необычных ситуациях, непривычных для них не просто в клетке, а то, что они ходят, играют, прыгают». Представления продлятся до 15 марта в шоу-программе. Зрители также увидят леопардов, питонов, крокодилов, акробатов, клоунов и жонглеров. Но главными на арене, конечно, будут эти прекрасные большие кошки, которые преданы своему хозяину и другу и иногда бывают очень нежными. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.